МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Михаил Мишустин заявил о важности выполнения плана достижения национальных целей развития в срок. По словам премьер-министра, до 2024 года расходы на реализацию единого плана составят более 12 триллионов рублей в год. Почти треть россиян начали закупать товары первой необходимости впрок, говорится в исследовании агентства Ресерчми. Это происходит из-за опасений граждан, что власти могут ввести в стране новые карантинные меры. Согласно данным исследования портала Работа.ру, каждый десятый россиянин готов к переезду ради работы. Отмечается, что 82% таких соискателей живут в Москве. Во Франции усилили меры безопасности после серии вооруженных нападений на людей, которые произошли 29 октября в Ницце и Авеньоне. Ранее по всей стране был объявлен максимальный уровень террористической угрозы. Сотни протестующих прошли маршем по улицам города Кита против проводимой политики властей, в частности граждане, недовольны рядом экономических реформ и отменой госсубсидий на топливо. Госдума приняла Конституционный закон о безопасности. В нем закреплен приоритет основного закона страны над нормами международного права. Закон сопровождал шумный пиар о великой суверенной России, но, по мнению коммунистов, пиаром все и ограничилось. Ведь первая глава Конституции страны по-прежнему констатирует приоритет международного права над российским. В Конституции еще с 1993 года, в части 4 статьи 15, совершенно недвусмысленно, черным по белому написано, что имеет место приоритет международного права над российским законодательством. Первая и вторая глава может пересматриваться только с созывом Конституционного собрания. За 27 лет, кроме нас, подавших три варианта закона о Конституционном собрании, власть ни разу не внесла. Более того, тот, который мы внесли, они необоснованно вернули. 15-ю статью первой главы о приоритете международного права над российским можно было изменить еще и с помощью референдума. Но на это власть не пошла. В результате разрекламированную поправку про суверенитет решили внести в главу третью, федеративное устройство. Они же делают, в том числе, закрытые опросы. Они почувствовали, что людей тревожит вопросы суверенитета. Вот они попиарили еще. Теперь главы первая и третья Конституции противоречат друг другу, а статья 16-я основного закона вносит ясность. Никакие другие положения Конституции не могут противоречить главе первой. То есть новая распиаренная норма о приоритете российских законов над международными, внесенная в третью главу, оказалась декоративной, по сути, недействующей. И фактически власть пытается вот это противоречие, которое она сама заложила в обновленную вот этот текст Конституции, ну как-то ликвидировать за счет вот внедрения в законодательство российское там некоторых инноваций. Проблема-то здесь в чем? В том, что возникает возможность избирательного применения этой нормы. Реальный суверенитет невозможен без суверенной элиты, уверены коммунисты. Но их поправки, где прописан запрет для госчиновников высокого ранга на владение недвижимостью за рубежом, вновь отклонены. Зато новую норму о суверенитете при желании можно легко применить к рядовым гражданам. Например, запретить им обращаться в Европейский суд по правам человека для защиты от политических преследований. Ведь российские законы теперь выше норм международного права. На Комсомольском проспекте Новосибирска состоялось торжественное открытие памятника Ленинскому союзу молодежи. Мероприятие приурочили к 102-й годовщине со дня создания ВЛКСМ и 100-летнему юбилею Комсомола Новосибирска. На шестиметровой стеле, которая носит название «Комсомольцам всех поколений посвящается», изображены все ордена молодежной организации. В церемонии открытия приняли участие члены ВЛКСМ разных поколений, в том числе комсомолец 70-х, мэр Новосибирска, коммунист Анатолий Локоть. Комсомол – это молодость, это энергия, это стремление завоевать мир в хорошем смысле, сделать что-то хорошее, оставить после себя след. Эта организация позволяла направить эту энергию на созидательные дела. Не за один орден не стыдно, у каждого своя история. За каждым орденом – это подвиги поколений, трудовые, боевые, и в том числе традиции здесь у нас в Новосибирске, которые мы возрождаем. На стеле также изображены моменты жизни советской молодежи. Под общим названием «Легенды расскажут, какими мы были». Собравшимся на церемонии ветеранам комсомола вручили маленькие копии памятника. В КПРФ уверены, что новый монумент станет одной из главных достопримечательностей города. И благодаря ему молодые новосибирцы смогут больше узнать об истории комсомола и советской истории страны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова